вся карта это бесконечный лимит суть в том что все опять же стоит ресурсы но при этом все делается очень быстро и не занимает лимит вся карта ты бесконечный лимит в этом идея карта две команды по четыре игрока на север стартует 4 на юге стартует 4 зеркал стартует вор на бро за эльфов все рандом ставили кстати раз на мужика ставили саншайн за альянс за эльфов те амос за орков эндаек с него стартует мизантроп за альянс дима бёрдз за орков лемуак за орков и нежить единственная ежик просто такая стандартная контактная карта мы не уже играли но решил опять поиграть почему бы и нет а нет вартен тут не на все кстати я так понимаю да вартен тут не на все но удобно да да видите только на рабочих классно все остальное достаточно стандартно строится это классно север и юг 4 две команды по четыре игрока выигрывает только один для победы нужно победить не удивительно да а так все стандарта просто ничего не занимает лимита так стандартные правила стандартные юниты стандартный баланс все абсолютно стандартный за эльфов кстати вообще мне кажется более всего неудобно потому что для каждой шахты нужно строить отдельную золот отдельную древо жизнь у нежити немного попроще потому что просто прокрутую шахту нужно строить ну как звучит попроще по факту такое себе золотые шахты почти без пони бесконечно это насколько золото на пару дней хватит я думаю как же кайфово все-таки добыча выглядит за альянс и за орков да вот эти вот просто все прикиньте какая золотая инфляция просто самая настоящая здесь удобно если придут ломать базу тольф их много но среда в этом плане да в этом плане удобно это правда sunshine с деревом нет проблем нехватки ну дай бог принципе если деревья тут большие то должно быть нормально да да хотя бы на этой карте алиф не имба получается это красные крипы либо мини карте находятся на этой карте ну и какие-то телепорты есть как видите тут есть фонтан с телепортами что-то в таком духе поглядим как это будет функционировать посмотрим что буду делать игроки спам вурдалаками работаем а если вы смотрите это на ю тубе не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал того чтобы показать что вам интересен такой контент мы время от времени собираемся если вам и такое интересно такой движ приходите на кричу пили в бой участие свободно а там виды стоят орг попался на мину неприятно но это видимо сделано специально для того чтоб тупо на пофиг не пробежал ссылка на твич в писании присоединяйтесь у нас тут это чат ботов как видите не особо активных доктор ёжик прибежал к союзнику наш по весь юг союзники весь север союзник буга и делаются до 2 качается землянки для увеличения лимита также заказываются вообще не смысл конечно кроме землянок еще несколько главных зданий построить на всякий пожарный а то тебе уничтожен один майн и все но мозгу ли разминирует это не военное преступление если о нем никто не узнает правильно да я так понял деревья ну как как работает механика с деревьями в этой игре что у каждого дерева есть хп когда рабочие вот такую чтобы добыть дерево он буквально его атакует просто размен на это также получает дерево никогда они кстати деревья падают ё-моё вот это в центре конечно штука ну да тут серьезные крипы конечно же но с другой стороны можно просто донять гигантскую бесконечную по сути армию и количеством снести потери юнитов не важно в этом режиме абсолютно вообще 2 кстати до сих пор не нажал порталу есть какие-то зеленый портал это куда интересно наверное сюда вот ведет зеленый портал и так подозреваю то есть на фонтань сюда какой вот контакт таверна есть со всеми героями на всякий пожарный порог стоит буроусы ну лимит увеличивает лимит стоя так понимаю максимальный массово строить землянки просто понял 10 лимит это мало надо больше пошла линия укреплений на 100 лимита максимум 100 лимита максимум поиска вступили в бой о господи начинается но тут бесконечные юниты я думаю должен справляться ну конечно это жесткий спал кто спорит на помощь звонит рыцарь смерти с одним пауком ручным пауком его это баронесса меча скверн вы прикиньте если бы у вас была фамилия меча скверн вот я буду в андр браун меча скверны прикиньте если бы вас звали меча скверны прикиньте меча скверн иванович я я считаю это великолепно цели классные артефакты выпадают аура рыцаро смерти шлем доблести то есть классные артефакты выпадает быстрый кач очень много опыта дается медальон храбрости топовые артефакты выпадают безусловно просто топовые а что если наделать труповоза к сапами на трупы некроманты мобильную фабрику это послать врагу возможно юнитом из толпится будут на самом деле поэтому не уверен камень здоровья катгара тоже отлично на минах взрываются массово архимах там погиб где-то у желтого игрока меча скверны иван артусович звучит отлично и на самом деле было бы прикольно если у нас бог культура двойных имен знаете как в америке тоже прикиньте иван меча скверн анатолий вич хан кентавр амулетом она выпадает это очень классная штука 250 маны а тут просто муроки но я думаю муроки непростые амуроки с минами я так подозреваю уроки непростые амуроки с минами 40 сколько у него хп у кого бы до 600 775 не совсем понимаю о чем ты просто 50 или в бой или как племенных индейцев серёга плитный глаз сериал горбины орлины глаз это сильно намного артефакта выпадает а что же центре тут много очень хантеров капец вот это вот это движ конечно посмотрите как этот лес просто оккупировали эльфы не ну красиво рынок есть кстати анатолий душное рыло анатолий ослиное и лицо а орк врубок цели а лес то заканчивается на этой карте подожди лес не бесконечен на этой карте то есть рано или поздно ресурсы закончится и опять эльфы имба в лес не заканчивается эльфы могут бесконечно добывать лес и скидывает лес союзникам опять эльфы имба да что ж такое что что будешь делать небольшой кач сейчас вот первая встреча игроков получается в центре я при нижнем орке бирюзовый цвет урэн 2000 хп нормально три камня здоровья катгара и медальон храбрости 2000 хп то уровень нормально и считаю хороший герой качественный есть какой-то еще один герой он вроде его восстанавливает ну да вообще конечно удивительно жесткая беду прикиньте когда еще больше юнитов будет не трава кстати еще здесь оставил пою кэшоу нормальные грибы варен здоровый как быт но мужская сила у него дай боже я думаю а вот и будет вернулся 775 так любит пин петворку классный будет уважение мизантропу за выбор прикиньте климат это все по красоте при там собраться максимально в урон но пока что юг потихоньку начинают ходить центр забавный факт это его тишь строить нельзя получается да пункт из тестостерона вич так это же хорошо что много висков это же души мертвых эльфов ты понимаешь сколько эльфов сдохло пиво доставай будем праздновать ха-ха-ха но это мертвые эльфы которые все еще приносят пользу живым эльфам понимаешь нафига тут узкие проходы мы тут если что есть проход еще справа и слева то есть тут в трех местах можно атаковать просто вот эти вот фонтаны нужно закрепить кстати кровавый фонтан какой-то тут не один проход у 3 прохода согласен ну тут не совсем узкий проход более-менее неплохой и плюс еще три прохода суммарно ну чтоб концентрации юнитов больше не знаю горды что он подъехал кровавый фотон хп отнимает афига узнает реально где вам бёрт не успевает контролить много юнитов у него просто стоят в проходе пикорд первого уровня там почти почти погиб дюбэй кстати да погиб у него как будто молоток прилетел давнего молоток прилетел от мизантропа порно про начинает делать охотниц охотницы быстро очень разваливаются вообще нижняя команда прям нормально так оккупируют карту прям нормально так оккупируют карту реально и так понял на на эти на боковые проходы все забили болты в принципе в этом есть смысл потому что нижняя команда через центр успешно прорывается нет проблемы битвы в узком проходе а верхняя команда пытается просто выжить улучшение если что стоят ресурсы все еще где мантан торт кач герой часа достаточно умирают и капец 2000 хп бычара просто ел каменный бык и сейчас мне кажется у нее не только бык каменные что-то другое просто 2000 хп мужик нормально правда урона почти нет но 2000 мужик хп нормально жалко обратно нет нельзя в доте собрать о как в доте собрать новые винты подходит очень много хаткантера проблема хаткантера потому что они очень тонкие и будут умирать от близзарда я другого энтаек начинает кодов массово строить ну в принципе чубы и нет торт где он берется четвертого уровня и хватает конечно жрецов с лечением от реально клэп и вот панды тут не хватает тут панда просто топ-1 герой буду панда архимаг довольно неплохой бладмаг классный на самом деле бладмаг может сосать ману противника чтобы давать им возможность пользоваться способностями не пользоваться своим страйком тоже довольно сильная тема ковец видели как я у каменный бык нарычал на всех по всему потихоньку отбиваются хотя вот большие проблемы ордовра у него снять тоже питора все питор доберу хорошей ульта жрица ну тут жрица легко сбить она небольшом радиусе и ну в принципе да у та жрица конечно классная но и сбить просто очень легко ульта варда не там много ты не сделаешь в любом случае даут вулкан фаерорта кстати мега жесткая тема это правда так только до и пошли защищать сами себя посмотрите как их много и потихоньку воздух нанимают опять же против воздуха можно антивоздух делать это и вертолеты или мог взял панду я каменный бык походу надоело ему воевать и возвращается домой куда поверить или зверей ну нормально так просто ульты которые можно сбить ну противников есть юниты которые могут разбивать желательно что то что нельзя вот капец развалился там поэту секунду в верхняя команда получается отбилась надо больше производящих зданий заказывать уйдут 3 же курдала к встроит амбициозно ничего не скажешь на город на поле на верхняя команда отбилась андайк даже хантеров не прокачивает потому что он нахер оно надо правильно о прокачивают только чтобы хочу подвод таки карт нужно поднимать кап уровне героев в принципе наверное да пролем то весь массу урона тут то выйдет только от минуту можно сбить в целом да но есть духу есть дыхание панды ставят раду орда инфернал раду орда ульта жука все равно урон какой то есть то урен довольно сильно за северные отбились получается тут когда пульты зарешают мне кажется как будто могут сильно помочь сзади наваливать большой дистанции мартира особенно мартируется шапнелли очень сильно могут сюда вам ангонель скажи или она гора садный осадный анагар кельтский осадный анагар жрица кстати ультуют довольно далеко ультуют на самом деле смотрите большой радиус у него горный король передать нифига себе саншайн на скилле среди передал невыязвимость своему горному королю от архимага на рынке покупать бы приколы конечно разнообразные а вот не до пыри у нижних проблемы мизантроп танки начинает делать вступили в бой выкупает просто героев таверне потому что может себе позволить на ульташину хантера на этой карте реально неплохой может быть удобной позиции встать очень серьезный пак может внести на самом деле в игру это правда почему они покажали все грейды много всего нужно делать тяжело забыли очень нужны тут орку знахари знахарями играть точно нужно мазна кори которые ставят масса темы исцеления масса варды эти достатистые логушки массами тоже очень сильно просто фураж парами можно оглушить яси то пеша мастер клинка очень мало кп почти убил пк но пока у есть ультимайт даже не добил такие моменты уже нужно конечно воздух добавлять пушек и то опять же нужно вспомнить про боковые проходы на которых все успешно забили болт так это что-то у хантера где-то ультует а вон он сзади лему откукует после что далековато это сделал проход можно так бокового прохода не прорубить типа не поможет это просто надо заходить сюда вот фонтан так понимаю типа тут появляешься убиваешь крипов идешь в красный фонтан и в красном фонтане появляешься где стоп стоп что я запутался и подозреван я запутался и торт кстати если что страш ужасно классный у него окненный дождь есть ворон по позже де солидный вот это я понимаю вот это я понимаю много юнитов господа вот это я понимаю много юнитов джица опять утонуло много все тут можно убить нижние сильно страдают лишь прикольно до камбэк произошел как нижние сначала пушили а теперь северные это дота line и есть бесконечный тлп микрочелов тоже код и микрочелом назвал и торг восьмого уровня горный король десятку цен этого портатого мужика какой микрочел отвратительно это отвратительно на мордиры кстати очень сильны в эту толку но не против и мер в целом верхняя команда потихоньку вырывает пространство ему поближе продакшн возможно построить войска и много воздуху строить химеры конечно сильные север силен но получается да все как в истории европы европейский юг построил европейский юг придумал европейскую цивилизацию европейскую философию европейскую науку европейские законы европейский менталитет но быстро зачах греки и римляне да а европейский север развел это до того что стал править миром то есть голландцы британцы 7 принципе испанцы мы испанцы тоже быстро все посрали надо продакшена уже дошли кстати уже потихоньку до продакшена дошли это катапульта есть очень много химер то и проносил здание не затрон вертолета построил вертолеты конечно нормальная штука теперь нужно нормальный антивоздух сделать северной команде что у 5 юниту а такого большого клеща юнита вы больше нигде не увидите чат не все улучшения даже сделаны мортиры в чем чем они сильны тем что не кирс шаптеля шаптель увеличивают урон на 100 аж против генитов со средней броней ну или вот на словно короче на что-то увеличивают против генитов со средней броней и без брони то есть мортиры единственный осады юнит который хорош против средней брони вы прям сильно зашли выйдем обердцев дима бердца почти не осталось продакшена и при этом закончились заканчиваются землянки скоро он не сможет юнитов заказывать прям нормально так пробили тут тоже в башне заход продакшен нужно продакшен вырезать доктор ёжик привел горгули горгулими нужно воздух убивать он этим занимается дима бердц почти закончился неожиданно вот так пронесли север конечно сер пока не выиграл но воздух заряжал типа очень долгой юг не делал нормального антивоздуха подзвони же нет эльфа вот они и проиграли реально нет эльфа это ненормальный антивоздух просто не делали слишком поздно мизантроп начал вертолета добавлять так подозреваю там химеры все убили но химеры и хороший ультимейт на почти умер дима бердц он умер все за 4 на 3 битвы забавный факт кстати сегодня на или на днях инфи профессиональный китайский игрок за альянс чемпион мира многократный стример написал свое мнение о том насколько тяжело новому игроку играть за те или иные раз в третьем варкрафте и он поставил каждой расе от 0 до 10 баллов где 0 это элементарно а 10 это очень тяжело учиться с нуля играть новому игроку за ту или иную разу интересно узнать ваше мнение буду говорить сейчас говорить то что он сказал 0 баллов он поставил ночным эльфом сказал чтобы играть за ночных эльфов нужно просто иметь руки и этого достаточно за орков он поставил 5 баллов сказал что довольно тяжелая раса но в принципе ничего такого прям сложного 9 баллов поставил альянсу и 10 баллов поставил неживу вот так вот вот так вот мнение инфи повторюсь это не сложно это не сила расы это не то что сильное что слабое это о том насколько тяжело играть за ту или иную разу для нового игрока это не сила расы повторяюсь интересно знать почему андадо 10 ну за нежить чтобы хорошо играть нужно каждым юнитом как родным управлять каждый пакет каждый потерянный бурдалаг это большой удар по неже поиска вступили в бой фриза по 5 секунд ну как бы сочувствую мизантроп тоже почти все потерял заказывать пехотинцев потому что большему ничего не остается это потому что ты не знаешь как другие играют за эти раз и не знаю я прицел не согласен что антеды прям настолько сложнее всех антеды мог ну типа из игры стандарт андедов туда это очень тяжело потому что каждый потерянный паук и бурдалаг это очень тяжело но с другой стороны как бы не знаю у нежити сильная база который тебя защищает из-за это прощает ошибки не знаю мне кажется альянс на третьем месте хотя вот типа я точнее что третье месте по сложности на втором месте получается да я думаю что правильно начинает самый простой дальше орг даже не шить дальше альянса мне кажется вот так вот как из горгулей настроил и так саде не прокачал спасибо большое дякую за 35 месяц а ты знаешь почему не вообще аромами нельзя было пользоваться у этого есть смысл а вот просто проносят уже после устраивают если он спросит что такое варкрафт покажите ему этот репой причина почему вы средний колец нельзя было на руах прилететь в мордор заключается в том что орлы это такой же высшее существо как кендаль то есть это посланник бога по сути ангел таким существом запрещено вмешиваться в жизни смертных запрещено помогать смертным для того чтобы создавать дисбаланс а в конце они прилетели потому что уже сам очень сильный дисбаланс в сторону тьмы был им разрешено из-за этого было вмешаться не уничтожить и все золотые шахты вроде как она кроме одного да все золотые шахты кроме одной ежики но ресурс он тратит на и боже розового почти снесли я у каменный бык живет как последний раз у него 2150 т.п. кольцо защиты себе взял армия конечно ультану дима бёртс на своем бое де кстати у него есть что ауров не ауров империзма а это маска смерти но как видите не хватило последняя оборона на последней базе южной команды и тут дима бёртс и лемуак отстроили так то свои здания видимо времени у них нормально отстраивать все остальное не выйдет хотя мозг взял поверителя огня только сейчас заметил куда тут мне кажется сильнее герои были у эльфа у эльфа верхней команды этой поверитель огня и жрица получается может быть действительно эльфы настолько сильны 4 на 4 но мне кажется что основная проблема в том что эльфы построили химер а южная команда нормального антивоздуха не делала вали еще камбэки то есть мне кажется не за дроп нужно было раньше инвестировать вертолеты потому что у орков и нежити не такой крутой антивоздух как у альянса на никакой духа ты вообще реально матч кайфовы никакой духа ты чисто мужицкая битва стенка на стенку и при этом без стоялого реально движ прям отличный матч реально но севера продакшена было меньше я бы не сказал бы если честно но север прям классно отыграл конечно север молодец юг молодец что захватил инициативу но не смог эту инициативу удержать а север победил в итоге до страха усиленный был то что ульты не сбивали это тоже сильно было больше всего войск убил ворнер бро дальше эндайк дальше тиамос дальше саншайн и дальше уже нижняя команда дима бёрзу доктор ёжик мизантропа лимок не удалось нормально только ёжику прокачать героев лич по крайней мере и торт 8 ух красиво больше всего золото добуете амос 28 минут шоу нормально вообще вообще реально классный матч получите моя это просто один из самых классных комьюнити матчей что мы видели без шуток аплодисменты игрокам чат пожалуйста очень классно получилось очень классно получит все мать вообще без духа ты отличный